Всем привет! И кто меня не знает, я Ису Лу и это канал Fancy Something. Я в необычном месте, согласитесь, я в Стамбуле, в Турции. Вы это уже поняли по названию видео, и, кстати, возможно, сейчас будут присутствовать посторонние звуки, потому что я же все-таки на улице, тут ветер и всякие крики, ну, в общем, вы понимаете. Я думаю, это не проблема, потому что сегодня видео о лайфхаках для волос. Предыдущее видео с лайфхаками ты найдешь вот в этой подсказке сверху, кликай вот сюда. И да, следующее видео я хочу снять вопрос-ответ, поэтому говорю заранее, задавайте свои вопросы в Ask.fm, я отберу самые интересные и отвечу на них. И постараюсь это сделать в необычном формате, чтобы и вам было интересно. И, возможно, в формате DIY. Ссылку на мой профиль я оставила в описании под видео, заходите, задавайте вопросы. Кстати, там можно задавать анонимные вопросы, так шансы на интересные вопросы гораздо выше, согласитесь? Многие спрашивают, почему у меня телефон вверх ногами, здесь диктофон, здесь записывается звук, здрасте. И, кстати, на моем втором канале Айслан Нуртаева уже вышло видео с несколькими идеями причесок, поэтому ты тоже сможешь найти это видео в подсказке сверху, либо в описании. Ну, а как я здесь оказалась, ты узнаешь в процессе видео, поэтому смотри до конца. И мы поехали! Давайте начнем с того, как сделать челку без использования ножниц. Поделюсь с вами еще одним лайфхаком, как сделать челку. В первой части лайфхаков для волос я уже показывала, как сделать челку из дульки. Это довольно распространенный способ, и все сразу думают, волосы собраны, значит, спереди это кончики волос. Сейчас мы всех обманем. Расчешите волосы тщательно, особенно кончики. Теперь разделите волосы на три части. Первая часть волос, та, что ближе к колбу, собираем в конский хвост. Третью часть волос, она должна быть внутри, по бокам у вас еще должны оставаться свободные пряди. Плетем косичку, можно не до конца. Готово. Теперь в верхнем хвостике сделайте вот такую дырочку. Как сказала моя подписчица, это не дырка, а отверстие, дырка в штанах. Полностью согласна. Вставляем косичку в дырку, затягиваем верхний хвостик. Та-да-да. Теперь все оставшиеся волосы собираем в хвост. Соединяем его с первым, тот, что ближе к колбу. Воспользуйтесь расчесочкой, чтобы собрать все по бокам. И закрепите хвост резинкой. Все как обычно. Видите, у нас есть и хвостик, и челка. И никто не догадается, откуда у вас эта челка. Теперь берем расчесочку. Моя челка получилась слишком длинной. Вы, конечно же, это можете контролировать. Если у вас очень длинные волосы, вы можете сплести косичку прямо на затылке. Кстати, получится полноценная прическа. Будет красиво смотреться сзади. Возьмите утюжок, аккуратно уложите челку. И тадам! Вот что у нас получилось. Кстати, длинные челки сейчас в бренде. Видите, сразу с первого взгляда непонятно, откуда растет наша челка. Потому что нет ни заколок, ни дулик, ни платков. Как вам такой лайфхак? Напишите в комментариях. Можно уложить челку на бок. Как вам? Мне очень нравится, как выглядят длинные челки. Но я бы никогда себе такую не отрезала. Они же мешаются, падают на глаза. А для фотки сам это. И да, вы можете повязать платок в качестве украшения. Мне нравится такой стиль. Напишите в комментариях, как вам нравится больше с платком или без. Ну а мы поехали дальше. Сейчас я вам покажу еще один способ, как сделать челку. Я уже говорила, да что мечтаю о челочке. Но резать ее не собираюсь. Ох, помню я эти 16 лет ношения челки. Это был просто кошмар. Я их так долго отращивала. А что, если мы возьмем... Накладные пряди. У меня такие имеются. Я как-то раз покупала, ну знаете, лишь бы побаловаться. С тех пор ими не пользовалась. Тут есть вот такие три клипсы. Но для начала соберите волосы в хвостик для удобства. И теперь аккуратненько цепляем накладную прядь. Сначала в центре, а затем по бокам. Я думаю расположение идеальное. Я похожа на Чубаку. А тут я похожа на Ортодокса. Хватит баловаться. Идем дальше. Нет, давайте еще немножечко побалуемся. Ладно, ладно, все. Все, делим челку на три части. Вот так. Вот что у вас должно получиться. И теперь отрезаем челку. Слушайте, это может послужить отличным кликбейтом. Да, я думаю, что здесь что-то не так, да? Абсолютно точно. Надо еще больше укоротить челочку. Вот так-то лучше. Теперь добавляем пряди по бокам. И срезаем их ножницами под боком. Возьмите прядь и очень часто чикайте ножницами. Сейчас будет озвучка ножниц, и вы поймете, как это нужно делать. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пожалуйста, не отписывайтесь от меня. Вот что у нас получилось идеально. Подрезаем оставшуюся прядь по длине. И также под боком срезаем. Как оказалось, с этой стороны это делать сложнее. И мы закончили. Теперь это необходимо немного уложить. Эти волосы так долго лежали в пакете, что совсем помялись. Будьте аккуратны. От качества ваших волос зависит жизнь вашего утюжка. Главное, чтобы эти волосы не поплавили. Теперь немножечко отфилируйте кончики. Я на самом деле не знаю, как это делать. Я просто видела, как это делают в парикмахерских. Делают так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Только кончики. Я просто мастер объяснять, как стричь волосы. И вот и все, наша челка готова. Но это еще не все. Нам нужно замаскировать эту прядь. Ее видно по бокам. Отцепляем боковые клипсы. Немного приподнимаем прядь собственных волос. И прячем челку под ней. Вот таким образом опускаем прядь. И все, ничего не видно. Наша челка буквально слилась с собственными волосами. Прелесть этого лайфхака и этой челки в том, что ее можно носить с распущенными волосами. А второй плюс в том, что она очень легко снимается. Видите? Видите? А третий плюс такой челки в том, что с ней можно путешествовать. Перед выходом из самолета. Стой, медленнее. Давай, давай, давай. Ну вот и все, ребята. Мы прилетели в Стамбул. И наша челка путешественница вместе с нами. Ну вот отсюда мы и будем продолжать снимать лайфхаки. Сейчас я нахожусь в отеле Стамбула и примеряю платок. Вы посмотрите, какой кошмар. Мне совершенно не идет эта форма. Нужно создать ощущение объема волосах в голове. Не хватает объема сверху. Уж слишком большие щеки. Так не пойдет. Сейчас я вам покажу, как сделать, чтобы это смотрелось круто. Поехали. Ну вот, здрасте, здрасте. Как видите, объемчик совершенно нет. Поэтому для начала соберите волосы в пучок. Как-то так, сильно не запаривайтесь. Но он должен располагаться на одной плоскости с макушкой. Как видите, тут чего-то не хватает. Поэтому давайте возьмем футболку. Ну, либо любую другую вещь, ну, кроме штанов. Хотя это зависит от желаемого объема в дальнейшем. Собираем футболку в жгут и создаем вот такую какашечку. И эту какашечку помещаем на голову. Ну и, конечно же, нам нужен, собственно, сам платок. У меня он почему-то египетский в Стамбуле. Странно. Теперь я не буду комментировать. Вы просто следите, потому что это будет странно. Переверните тут, заверните там. Вы все видите, окей? Оберните края платка вокруг головы. А кончики спрячьте в самом же платке, в складках. Если у вас не получилось сразу, тренируйтесь. Потому что у меня тоже не с первого раза получилось. Все-таки нужна сноровка. Хотя в этом нет ничего сложного. Просто нужно приноровиться. И вот что у нас получилось. Мне кажется, такая форма мне идет гораздо больше. Он похож на африканский тюрбан. Мне такие очень нравятся. Главное, подберите яркий, красивый платок. И не забудьте про крупные серьги. Они особенно красиво смотрятся с платком. У меня вот такие с кисточками. Выглядит очень по-восточному. Итак, следующий лайфхак. Сейчас я вам покажу, как из длинных волос сделать каре. И, конечно же, без использования ножниц. Ведь мы так любим свои волосы. И так любим эксперименты. Сделаем пробор на башке. Извините, и на голове. Вот таким образом. Собираем волосы в низкий конский хвост. И немного приспускаем резинку. Немного. Теперь сделайте небольшое отверстие в хвостике. И проденьте через него кончики волос. И поднимаем концы вверх. И закалываем невидимками. Старайтесь закалывать внутри головы. Внутри волос. Не жалейте невидимок. Все должно держаться крепко. Теперь все это дело прячем внутри. И накрываем сверху другими волосами. В общем, разровняйте все. Желательно, чтобы у вас еще и была расчесочка. У меня, к сожалению, ее не было. Боковые пряди немножечко вытяните. А снизу, где у вас была резинка, подцепите невидимками. Это немного приподнимет прическу, и коре будет держаться дольше. Ну вот и все. Готово. На разных типах волос все выглядит по-разному. Это также зависит и от вашей прически. И, кстати, если у вас лесенка, это будет смотреться особенно натурально. Потому что боковые пряди будут немного выпадать. Будет создаваться ощущение, будто у вас коре. Вы также можете контролировать длину волос. Судя по видео, мне не хватает объема у корней. И было бы здорово их немного начесать, но, как я и говорила, я забыла расческу. Можете немного приоткрыть ушки, и тогда будет еще более натуралистичнее. Есть такое слово, да? И да, чуть не забыла, я не прорекламировала свой инстаграм. Fancy something. Вот здесь он будет на ладошечке. Монтай смонтирует. Подписывайтесь, у меня там куча фоток с Каппадокии. С воздушными шарами, на воздушном шаре. В общем, заходите. А, да, и с коврами тоже. Видите, вокруг ковры. Я обожаю ковры. Как вы видите, у меня отличное настроение. И да, на моем втором канале, возможно, выйдет влог. Поэтому чекайте, подписывайтесь. И надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, какой лайфхак для вас был новым и понравился больше всего. И напишите, как вам путешествие челки в Стамбуле. А в этой ссылке ты найдешь мое предыдущее видео с лайфхаками для волос. Ну, а здесь видео со второго канала с идеями причесок Господи Ветер. Подписывайся на мой канал Fancy Something, на мой второй канал Айслу Нуртаева. Ну, а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока! Мы сделали это! Как же мне жарко в этом свитере! Господи!